Сегодня я собралась как бы на прогулку в такой район Уклина, который называется Мешенбей. Сейчас я зайду в транспортный центр и спрошу, как туда добраться. Вот, кстати, молодой человек, я уже его показывала, вот так вот, утречком продолжает отдыхать. Здесь здание такое, его никто не трогает, он себе спокойно отдыхает на свежем воздухе, и, наверное, он здесь, так сказать, проживает. Это такой транспортный узел, куда приходят, называется Бриттамарт Стейшн, куда приходят электрички, приходят автобусы, и дальше люди уже расходятся в то, куда на работу. Вот, информационный центр, билетные кассы. Если у тебя нет карточки, которой можно оплатить, автобус, электричку или ферри, ферри это катера, то можно здесь купить билет. Вон там, табло такое. Я сейчас пройду к информационному центру, туда, который направо, и спрошу, как мне добраться в Мешенбей. Я не помню, какой номер автобуса. Вот девушка нарисовала мне, вернее, не нарисовала, а у них уже готовы такие вот отпечатанные схемы. И здесь, на этой схеме, она мне написала, где остановка автобуса и как идти. Там она нарисовала, как от информационного центра добраться до этой остановки автобуса. Ну, здесь так довольно красиво в Бриттамарке. Вот это все, что вы видите, вот эти вот низкие здания, это магазины. И дальше вот такие там фонарики, большое такое здание. Это все было построено за последние 16 лет, в которые я здесь живу. Раньше этого ничего не было. Здесь такие стояли старые домишки. Ну, такие три этажа, четыре этажа. А это вот строится такое огромное новое здание. Ну, там и дальше видно еще большое здание было построено за последние годы. Одним словом, здесь Бриттамарке. Это близко к набережной, практически это набережная. Но там дальше уже видно немножко и море. Ну, довольно красиво здесь. Вот стоят и скутеры, которые ожидают желающих на них ехать. Оплатить можно с телефона, карточкой оплатить. Берешь здесь и потом их поставляют там где угодно. А ночью есть такой специальный человек, который ездит, их собирает и расставляет потом по всему городу. Вот я хочу показать такое. Там красивое видно здание построено. Это давно было еще. А это строят здание. Ой, там будет сто с чем-то этажей. Пока конца и края ему не видно. Такое огромное здание. Где-то там наверху кран. И люди. Ужас. Я не представляю себе, как это можно там жить. А тем более пользоваться этими скоростными лифтами, от которых сердце падает, когда ты едешь вниз. Что-то делает, когда ты едешь вверх. Ну вот, я уже погрузилась в автобус. Это такой тут рядом магазин, где можно купить цветы. Сейчас мы стоим на светофоре. Будет зеленый светофор. И мы поехали. Люди завтракают. Сейчас утро. Начало 10-го. Здесь строится новый дом. Старый. Разводитель. Очень много старых домов в Сити теперь. Поразваливали их. Поудаляли. Строить на их месте новые. Практически выехали на набережную. Здесь это идут здания грузового порта. Откуда мы получаем? Здесь мы получаем грузы со всего мира. Потому что Новая Зеландия все приходит на грузовых судах. Интересно, что по территории порта ходить просто так людям не разрешается, работающим. Их специально входит автобус по территории порта. В определенное время он ходит. И кому куда надо, их подвозят автобусом. По избежанию каких-то там несчастных случаев. Вот видно контейнеры. Большие грузовые краны. Ну, как вы видите, людей практически не видно. То есть, если тебе никуда не надо, а, в общем-то, тебе во время работы никуда не надо, то не зло ждать автобуса, который тебя подвезет. Вот видно, ездят погрузчики. Там краны работают. А людей, которые болтаются, вы сделали. Тем более, просто ходят по территории порта. Вообще никого не видно. А вот полиция стоит. Кого-то остановила. С ним, кто там беседует. Вообще здесь полиция никогда никого не останавливает. ГАИ нету в Новой Зеландии как такового. Камеры стоят. Если надо, камера тебя зафиксирует, и штраф тебе пришлют домой. Ну и вот территория порта закончилась. И мы выехали как бы на такую набережную. Вот выплывает из-за полуострова Девенпорта выплывает такой вулкан Рангитота. Ещё его не очень хорошо видно, а потом будет немножко видно получше. А едем мы с вами в район Окленда, который называется Мишинбей. Это, ну, можно сказать, один из самых дорогих районов Окленда. Если не сказать, что самый дорогой район Окленда. То есть дома там и квартиры идут, начинается, ну, наверное, свыше миллиона долларов. Ну, вот уже и видно. Хорошо вулкан Рангитота. Последний раз он извергался где-то лет 800 назад. Ну, надеюсь, что в ближайшее время он этого делать не будет. Видно яхты, 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 яхты. Окленд – это центр мира, где яхты производят, где на них плавают. В общем-то, они называются тут прозаичная лодка. У меня есть лодка. А какая там эта лодка? Такая на несколько человек или на несколько десятков человек. Это уже нужно догадаться. Или нужно знать этого человека и его финансовые возможности. Вот такая стоянка. Яхт сейчас мы будем проезжать. Утро такое солнечное, правда небо немножко в облаках, но тем не менее солнце выходит. Не так приятно. Сегодня не жарко с утра. Хочется жить полной жизнью. А вот так уже и пляжик показался. Люди уже загорают. Моя соседка в воскресенье ездила в другой район. Он называется Токапуна. И плавала там, купалась, загорала, приехала. Все лицо красное. Обгорело на солнце. 40 минут плавала, не выходя из воды. Поэтому, я не знаю, была ли мне кепка на голове. Но, в общем, лицо очень обгорело. Вот отсюда открывается панорама Сити. Хорошо видно. Немножко деревьев мешают. Тем не менее, видно. Море такое зеленоватое. Оно всегда здесь такого цвета. Именно вот цвет морской волны. Это остановка. Мы остановились. Тут такое находится заведение. Называется Келли Тарлтон. В нем проживают пингвины. Для них там созданы специальные условия. Снег лежит. И там много стоит аквариумов с разными-разными рыбками. Две женщины вышли туда. Они спрашивали, как пройти в Келли Тарлтон. И водитель отсюда тут остановился на остановке. Вот такая красивая панорама. Рангитота. Такое фейри. Катера здесь, которые ходят на остров Вайхики. Ну, или из одной бухты в другую. Они здесь называются фейри. И вот это как раз фейри идет. Это она идет. Или оно идет. Или она идет. Или он идет. Не могу, не знаю, как точно сказать. Идет с острова Вайхики. Туда в сити Окленд. Это здание яхт-клуба. Ну, здесь члены этого клуба собираются. Создают там свои какие-то вопросы. Ну, выехали на простор. Это девушка сидит, посигналила водителю о том, что на следующей остановке нужно остановиться. А с этой стороны, сейчас я переведу и покажу. А с этой стороны тут получается такая крутая горочка. То есть вот эта дорога, по которой мы едем. Она была специально построена. Это крутой такой берег. Вот эта дорога была специально здесь. Ну, в свое время это очень давно была проложена. Ну, а мы практически уже приехали на машинбейт. И я буду выходить. Это вот ресторан такой. Выглядят домики, в которых безумно дорогие квартиры. И здесь тянется цепь ресторана. Тут рестораны, рестораны, рестораны. Домики, квартиры. Вот такие деревья стоят. Очень быстро растущие. В Новой Зеландии быстро растет дерево. Сейчас я подойду, покажу, какой тут у него по величине иголки. У этой. Ну, это, наверное, такая сосна. Вот такие у нее длинные иголки. А, пахнет так хорошо. И цикады. Я не знаю, слышно вам или нет, но цикады стрекочут вовсю. Тетенька вывела своих собачек на прогулку. И прогуливается. А вот такая красивая ива стоит прямо веткой опустила до земли. Вот, кстати, тротуар, по которому я иду, размечен. То есть он для пешеходов и для велосипедистов. А здесь проходит дорога для машин. То есть здесь должны велосипедисты ездить и ходить люди. Велосипедисты должны ездить с очень большой осторожностью. Ну, а здесь вот белый. Бейтайрас называется. Пожалуй, самый крутой дом здесь. в Мешинбее. Потому что он стоит по первой линии. Вот. Дальше мы смотрим. Такой фонтан красивый. Ну, такой тут, как бы, травка послеена. Деревья, парк. И так смотрят на море и на рангитото. То есть люди живут в таком райском месте, но платят за это хорошие деньги. Потому что здесь стоит дорого и проживание, и сама квартира стоит дорого. И если арендовать здесь квартира, наверное, будет стоить в неделю не меньше, чем тысячу долларов. Ну, а я пройду сейчас ближе к фонтану. Там, вон, чаечки сидят люди. Людей мало, потому что это утро. Ну, хочу заметить, что чего-то такого помпезного на набережных вообще тут не строится. То есть все максимально приближено к природе. Ну, каждый, как бы, пляж или каждая набережная будет оборудована лавочками посидеть. Будет оборудована вот таким местом, куда можно выбросить мусор. Там вставленный пакет такой. То есть кто убирает, подойдет, заберет этот пакет, поместит туда новый. А также каждый пляж оборудован туалетом обязательно. Вот там вот вы видите вдалеке такой немножко красный домик. Это там туалет и душ обязательно. И все, хочу заметить, если кто будет путешествовать по Новой Зеландии, что все туалеты в Новой Зеландии везде, все бесплатные. Все оборудованы туалетной бумагой. Такая подробность. Все оборудованы мылом для того, чтобы помыть, жидким мылом для того, чтобы помыть руки. То есть у нас не надо платить за посещение туалетом. Нигде. Это сделано специально для того, чтобы туристам было удобно пользоваться любыми заведениями, любыми пляжами, вообще везде, где бы ты ни находился в Новой Зеландии. А вот и чайка. Плавает в бассейне для себя. Поплавала, освежилась. Теперь просыхает. Они тут ходят и думают, как бы у кого что выпросить покушать. Я пройду вокруг бассейна. В него можно, если ты хочешь, в него можно залезть, так сказать, освежиться. Ну, люди этого не делают. Им, наверное, не жарко. Ну, в общем-то, не жарко сейчас. В тени где-то 18 градусов. Ну, в Новой Зеландии очень заметно перепад между температурой в тени и температурой на солнце. Это всегда будет не меньше, чем где-то 15 градусов. Потому что солнце у нас стоит высоко, и лучи падают в летний период практически отвесно. И поэтому в тенечке, если ты зашел в тенечек, то в тенечке всегда будет прохладно. И всегда будет такой продувать ветер. Даже нельзя сказать, что это ветер. Это бриз такой. Ну, иногда он бывает такой довольно сильный. То есть я, например, на лавочке никогда не могу здесь посидеть где-то на улице. Потому что выходишь из магазина, а весь такой из тебя. Здесь такой, извините, влажный. Вот, и посидеть на лавочке. А тебя тут прохладным очень ветерочком прохватит. Мне тут спасибо. Поэтому я тут на лавочках никогда посидеть не могу. Вот такой интересный момент. Вот это вот такие серенькие. И вот это вот уже такое беленькое посрединке. Стоит вот с этих трех. С серым. Это птенцы. Вот это такие птенцы, которые уже подрастают. Пока они птенцы. Это большие такие чайки. То они вот такой вот в серой, в серой расцветке совершенно. Ну, наверное, для того, чтобы сливаться с камнями. Вот. А потом постепенно, вот как вот этот вот стоит, вот самый первый ко мне. Самый близкий этот птенец. Вот он уже начинает принимать окраску, как настоящая взрослая птица. Ну, вот такая, например, какая-то. Что это из них тут? Мама или папа? Я всегда вижу тут два вида чайок. Вот эти вот покрупнее, которые ближе ко мне. И вот там такие стоят, крикливые немножко. Это такие чайки помельче. Там они что-то выясняют между собой. Ну, это какая-то мама тут отдыхает. Лето у нас в этом году жаркое, сухое. И вот вообще-то я даже первый раз вижу, что вот так вот трава вся была высохшая. И практически совсем не зелёная. Обычно здесь травка такая вся зелёная. Вот такая красивая получается площадка. Вокруг стоят деревья. Очень красиво. Воздух свежий. В основном люди с собачками прогуливаются. Женщина с ребёнком. С собачками прогуливаются все с кулёчками. У каждого есть кулёчек. И если собачка справилась со своими делами, это всё собирается в кулёчек. И кулёчек выбрасывает в мусор. Вот и девушка бежит для своей утренней пробежки. Я как раз подошла к домику, где находится туалет и душ. Висит объявление, что здесь на велосипедах запрещается ездить. Вот такой столбик, с которого можно попить водички. И сейчас я пройду дальше. Вот джентльменское отделение. А вот мадамское отделение. Тут даже можно посидеть на лавочке. Это вот прямо, прямо на самом пляже. Вот уже кто-то рискнул пойти поплавать на кругу. Заходим, заходим, заходим. Проходим дальше. Руки посушить. Кстати, кто-то и попользовался. Вот умывальники. Здесь вот мыло находится. Вот, как я сказала, оборудованы туалетной бумагой. Всё чисто, аккуратно. И дальше всё простенько. Здесь вот можно переодеться. Повесить свою одежду. И вот там вот такой душик. Всё очень просто. Всё работает. Если надо, пожалуйста, приходи. Вот там дальше видно дома, которые стоят, ну, вот прям совсем-совсем уже возле воды. Совсем смотрят на воду. Люди лежат, загорают. Хочу заметить, что на пляже здесь нет никакой торговли. Вообще в Новой Зеландии торговли никакой на улицах нету. То есть всё продаётся только в магазинах. Никто не будет ходить тебе, ничего предлагать. Нету никаких тут горок, катаний на бананах там или ещё чего-то такого. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, с какой-то точки зрения, наверное, это хорошо. То есть если ты пришёл и хочешь на пляж и хочешь отдохнуть спокойно, нету никаких тут криков и воплей. Ну, а с другой стороны, как бы, наверное, немножко скучновато. Я решила дойти до водички и попробовать на Гане. Какая водичка. Вода довольно мутная в черте города. Ай! Водичка очень и очень просвежает. Вода довольно мутная в черте города. Потому что, даже не могу объяснить, почему. Ну, потому что здесь приливы эти и отливы всё время. Ой, даже такие волны. Кстати, выйду немножко. Повыше. А для того, чтобы взять, который у меня новозеландец, он сказал, что вообще в черте города всегда такая вода. А для того, чтобы там увидеть такую прозрачную воду всю, то это нужно куда-то либо за черту города, либо куда-то на острова. Вон, видно, феррик пошло на Вайхите. Поктейль пошло. Ну, и видно, что векан Рангетута и дама плавает на кругу. Ну, так выглядит самый крутой район города Оппленда. Это вот здание, так сказать, туалета. Минус, они только что были. Ой, я постояла в воде, и вода стала такая приятная. Так и хочется в неё окунуться. Ну, сегодня я окунался не собираюсь пока. То есть у меня ни купальника с собой нету. Ну, и вообще, как бы я и не планировала этого делать. Насладитесь морской, так сказать, гладью, видом вулкана.